А коль во всем свете растя колькость музычных напрямков, под Минском вертаются до вытоков. Больше за три тысячи человек приехали у строчицы, ка послухать фольк-музыку на снопах. Мы вырошили высветлить, теможе самобытность быть по-соправдному популярной. Танцы, строи, инструменты, мелоды и рамёствы – на камянице усё по-белорусску. До вытоков народных традиций вертая и мясовый колорит старожитной вёски. Величный лес, церква на узгорку, млин, дравляные домы и корчма. Подчас фестивалю это ещё и пляцовка для традиционных народных забав. Тут и с лука пострелять можно, и рыцарям с мячом себе очуть. Мы тут уже третий раз. Правда, что несколько разов мы пропустили. Ну и теперь проехали, видим, что тут уже на шмат более всяких интересов, на шмат более всяких конкурсов. На шуме есть погулять с детьми и неким самим интересным активным позайматься. Однако головным у этнофесте застаётся музычное наполнение. Народные песни, мелоды – у сучасные процессы, да и ещё в выканании знакомитых фольк коллективов. Ни с чем не параунальные гуки белорусской флейты, дуды и лютни вертают с нас в эпоху середневечия, где каждая девчина может отчуть себе князёной, а мужчина – её верным оборонцам. И как тут не пачать танжить? До меня приходят сопрацовники и говорят, что мы приедем к вам в коменицу, натриваться, на травке, open-air. Это всё круто, близко. Это самое главное. Люди вышли, побачили культуру, соправданную, народную. Кульковцы классные. Плодонова играют зараз. В общем, супер. Музыка тут не смолкает ни на хвилину. Артысты из всех регионов Беларуси изменяют один-одного. Уже так повялося, что под нашу музыку можно не только весело бавить час, а и працавать. Тому тут влучать и жнивные, и купальские весельные мотивы. Музицируют тут практически все, где даже сами створяют место в натуральном амфитеатре. В такой атмосфере у молодых мастаков нараджаются соправданные живописные шедевры. Яркие фарбы фестивалю надое и разностайность национальных костюмов. Девчонки в соломяных вянках, вышитых спадницах, женщины в наметках и кабатиках, и хлопцы в святочных кашулях. Про то, что фольклор – ярко-одлюстровая самобытность, тут ведают снова дети. Мне нравятся капельные белорусские певы. Мы сами с ансамблем выезжаем на гастроли, за мяжу, в самые разные краины света представляем белорусскую культуру. И, напевно, самое пригодшее – это белорусские инструменты, такие, как дуда, валынка и так само народные акапельные спевы. То, что сярут молодые, шмат аматоров национальной культуры, я еще раз подтвердил Вячеслав. Этномотивы хлопцу подобаются куда больше, чем то, что учится у всех боков. Историк по адукации и белорусских традиций он ставится с великой повагой. Такий фестиваль – это великая мощность показать всем белорусам, кто не справляется. Потому что, на жаль, в современном мире шмастер-забылся на нашу историю, нашу культуру, что необходимо нам снова их узнать. Как все это было тут, побачь. И вот это тот момент, когда каждый белорус может чувствовать себя справляется тем, каким он является историческим. Главная особенность такого фестиваля – это то, что он собирает музеи, а не стадионы. Тем самым самобытность, литерально, луна и уповетры. Про то, как заховывать национальные идеи у строчицах, доведывалися Яна Леонович и Александр Бутрым. Ранится студия доброго настроя.